Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. ТБУ-то еще раз продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас на прямой связи посредством Зума. Олаф Пулукс, глава транспортного комитета Рижской Думы. Сегодня в час дня очередное заседание комитета. Его члены рассмотрят вопрос о сохранении или ликвидации экспериментальных велодорожек на улице Чака. На прошлой неделе, на предыдущем заседании, комитет заслушал специалистов департамента сообщения, представителей бюро датского архитектора и урбаниста Яна Гейла, также различные неправительственные организации экспертов. И вот сегодня будут решать, так сохранять или закрывать, причем закрывать уже с начала осени. Ксен Пулукс, доброе утро. Доброе утро. Да, вот, Ксен Пулукс, а вы к чему склоняетесь все-таки, вот ваше мнение? Ну, сегодня уже должно появиться, может быть, уже появилось предложение трех депутатов, вот я вам обвину, вот это мое предложение, это депутата Вилана Сетирсиса и Ирины Сеандерсона, на то, что мы предлагаем такой компромисс, что вот в сторону от центра, в Пурции, там полоса общественного транспорта и полоса для частных машин, а в центре остается, в принципе, как сегодня. Одна в его дорожке, да. И другая, это где совместно общественный транспорт и частный транспорт. Потому что общественный транспорт, в принципе, он опаздывает как раз, ну, вечером и после обеда, это в сторону Пурциемса, когда люди заканчивают работу и очень много едут тогда в эту сторону, и там он опаздывает, и мы там делаем, чтобы общественный транспорт ехал бы без замедления. Такой компромисс будет, ну, видно будет, как депутаты отреагируют на это. Скажите, Ян Гейл, вот этот датский урбанист, к чему склоняется он? Перенести велодорожки все-таки на Крышина-Барена, на параллельную улицу? Ну, у нас было пять с половиной часов длинное очень заседание комитета. Мы заслушали представителей от этого института ГЭЛа. Ну, они склоняются к тому, что надо сохранять велодорожки. На ЧАКО? Они склоняются, да, и на обеих улиц. Они склоняются к тому, что надо делать все, чтобы уменьшить количество автомашин на улице ЧАКО. Ну, там у них предложение есть, чтобы... Нельзя бы было поворот делать от некоторых улиц, как, например, Ланшплесса или Держтрудес, чтобы машины могли ехать только прямо, и не сворачивались на улице ЧАКО, чтобы это количество было бы меньше. Такие у них предложения есть. У них еще есть, ну, приложение уже такое, которое мы не можем осенью никак внедрить. Они хотели, чтобы остановить, в принципе, вот транзитный транспорт уже в улице Парновас и в центре, чтобы они уже сразу, ну, так, ну, склониться на улице Валмера, чтобы они ехали на другие улицы, чтобы они, ну, в принципе, чтобы транзитный транспорт не показывался на улице ЧАКО, но это там очень... Ну, мы не можем за два месяца сделать такие очень серьезные изменения в схемах организации транспорта. Ну, что касается грузовиков, конечно, как их можно изгнать с Парновас через два месяца? Нет, нет, изгнать из Парновас нет, как раз им надо там ехать. Не поворачивались или не ехали на улицу ЧАКО, они их там уже останавливали. Ага, понятно. Да, было такое предложение, я так понимаю, что это тоже рассматривается, чтобы, к примеру, вот закрыть эти велодорожки на улице ЧАКО и сделать тогда, вот, фактически направить велосипедистов на улице Кришинбарна. Вы не очень поддерживаете, да, такой вариант. Я почему спрашиваю? Поскольку, в принципе, если ты едешь по улице Кришинбарна, там дальше до конца тоже есть возможность свернуть на другие улицы. Я не говорю, что я не поддерживаю. Во-первых, такое предложение уже было, когда мы начали этот эксперимент. Представители департамента, они предлагали как раз, чтобы на улице ЧАКО вообще не было велодорожек, они вот так были, ну, сделать такую, ну, нет такого термина, веломагистраль, да, но, в принципе, термин есть улицу для велосипедов, пешеходов и трамваи, ну, приоритет трамвая. Это как раз была улица Барона, но там тогда надо тоже очень такие серьезные перемены, в принципе, чтобы это сделать, надо остановить транзитное передвижение транзитного автотранспорта. В принципе, если мы так смотрим на это, как это выходит, так надо делать эти знаки, которые не позволяют ехать дальше. В принципе, если ты живешь на улице Барона, например, между Дяртрудес и Лачплэш, то ты выехал на своей машине, ты должен поворачивать или на Лачплэш, или на Дяртрудес, да, напрямую тебя не позволят, потому что улица узкая. Если мы хотим сделать ее очень, ну, такую, чтобы там действительно приоритет пешеходам и велосипедистам и трамваю, тогда надо убирать транзитное движение автомобиля. И осенью не поддержали депутаты, они поддержали этот вариант с велодрожками на улице Чарка. Сегодня мы тоже это предлагаем, ну, видите, за это, ну, как раз политик же, они между собой тоже разговаривают, и у нас приходят всякие консультации. Ну, я так чувствую, чувствую, что нету, ну, если мы говорим об депутатах, которые правящие коалиции, что у них нет, потому что не поддержат этот вариант, что мы убираем совсем велосипедные дорожки от улицы Чарка и сделаем это на Барона. Но я не исключаю, я не исключаю, что когда-то, может быть, попозже мы к этому пройдем, чтобы сделать улицу Барона очень серьезное для велодвижения. Но, видите, что там есть? Там еще не только вот знаки поставить, там довольно серьезные и денежные вложения, чтобы, конечно, надо... Эта дорожка, ну, она все-таки, если вы думаете, ну, такой асфальт, он, ну, дружелюбнее. Как раз, как раз. Не только... Ну, по велосипеду может и улица Барона, это, ну, что там есть, эта покладка, это может быть не так плохо. Но если мы смотрим на эти электрические виды передвижений, как их называть, эти... Электросамокаты. Электросамокаты какие-то. Электросамокаты, да, спасибо. Электросамокаты и остальные. Им, конечно, ну, пока не так комфортно ехать на улице Барона. Ну, да, на маленьких колесиках по брусчатке это прям зубы убивает. Да, да, по брусчатке не идет. Так что там, ну, это, я еще раз говорю, я не исключаю это мнение, но я не знаю, что же депутатам надо и голосовать на то, что если мы убираемся всем от улицы Чака, это... У нас есть депутаты, я знаю, которые думают, что надо во всех улицах быть в Севолодорожном. Да, вот вы предварили... Да, мой следующий вопрос. Нет ли у вас такого ощущения или опасения, почему, спрашиваю, все-таки у вас большой опыт работы в Ирешской думе, что вот сейчас создается какой-то, не знаю, дисбаланс при всем уважении к велосипедистам, но есть такое ощущение, у автомобилистов, по крайней мере, они об этом уже говорят, что сейчас вообще хотят превратить Ригу, ну, фактически не считаясь мнением большинства. Да, то есть фактически говорят о том, что сейчас велосипедисты, им всюду зеленый свет, а автомобили пускай стоят в вечных пробках. И мы будем создавать им все больше и больше трудностей, понимая, что все-таки, ну, вряд ли мы из центра Риги уберем весь транспорт, автотранспорт. Ну, тогда нужно весь бизнес закрыть в центре города. Ну, нам надо смотреть, посмотрим на большую картину, которая у нас очень красивый город и замечательная страна, но мы не одни в этом мире. И большая картина смотрится на том, что, в принципе, если мы смотрим на что-то, движение и какой он такой политический настрой, в Евросоюзе. Сейчас вот все говорили, и мы получим довольно много денег от этого фонда оздоровления. В принципе, проходили только проекты с зеленой деменцией. Если нет зеленой деменции, они все были отклонены. Мы хотели сделать эти парк Андрайда, ну, предложение было, парк Андрайд сделать у станции, вокзальных станций, ну, за Ригой, чтобы там те, которые приезжают за городом работать в Ригу, они могли поставить свои машины и приезжать на новых поездах, которые появятся. Это было отклонено, потому что сказали, асфальт не идет. Мы говорим, ну, извините, но это асфальт потом сядет в электричку. Нет, это не идет. Так что я хочу, на что я наклоняю? На то, что, в принципе, и банки сейчас смотрят очень на то, чтобы кредиты давать только из зеленой деменции. Так что мы идем к этому. Мы идем к этому. Сейчас правительство тоже думает, чтобы датировать тех, которые будут покупать электрические автомобилии. и на то, что, на что я намекаю? На то, что, в принципе, мы идем в этом движении, и у нас есть постановление правительства идти на малую эмиссию зону в центре города Риги. Так что, в принципе, хочется кому-то или не хочется, надо будет думать о передвижении на машинах и как она пойдет. Ну, вопрос в том, вопрос в том, готовы мы сегодня, в 2021 году, это сделать. Потому что у нас сейчас как раз очень идет постройка в Восточной магистрали. Спасибо правительству на то, что дали деньги. Да. И строится мост через железную дорогу в Сатан-Далго. Так что мы уже видим, что там можно передвигать грузовый транспорт, этот грузовой транспорт, чтобы он не заезжал в центре. Вот мы упомянули как раз улицу Парновас, чтобы он там не ехал. И это все, мы не можем это делать. Мы, конечно, можем все оставлять на 2029 год, и те, которые будут у власти в Риге, они будут очень недовольны тем. Но все-таки у нас мы не можем и игнорировать тех, которые живут в центре Риги. Спасибо большое за это. Я хочу закончить. Это только один заметку. Я получаю очень много писем как раз от жителей, которые живут в центре города сейчас. И они неорганизованные. Некоторые есть организованные, там можно видеть по сути, что они пишут. Потому что там каждый пишет свое. один, потому что сейчас у него воздух, чище другого, там велосипед, третий пешеход, и так далее. Мне позвонил один пенсионер, который живет на улице Марьес с 1976 года. Он меня как раз очень отругал за то, что мы хотим убрать эти велодорожки. Он сказал, что так хорошо жить, как сегодня он живет, он никогда не жил на улице Марьес. На то, что я намекаю, что есть мнения многие. И я как раз, мы видим и думаем о том, что есть рижанин, который едет и на машине. Но уже с первого дня, когда мы тут начали работать, я сказал, что я мне гарантирую, что на машине будет быстрее всего передвигаться. Мы идем на то, что все-таки у нас общественный транспорт, которому надо давать приоритет. У нас будут новые поезда в Риге. У нас мы делаем мобильные пункты, чтобы там можно получить или машину, которые там сейчас есть, которые на аренду, ты можешь начать взять и поехать и оставить его в любом месте. Так что это все развивается. Конечно, это, конечно, люди, которые привыкли каждое утро вставать и сесть в свою машину, ехать, куда ему надо. Ему трудно очень переключаться. Это я понимаю. Это очень трудно. Я их понимаю. И с этим тоже можно, безусловно, согласиться. Я напоминаю, мы беседуем с Оловсом Пулксом, председателем транспортного комитета Рижской думы. Одно замечание. Все звучит очень красиво, правильно, экологично, благородно и так далее. Но опять же, говоря о приоритетах, вы сами упомянули строительство восточной магистрали, ремонт мостов, у нас не отремонтирован Брасовский мост, у нас не отремонтирован мост Заметанский на улице Деглова. Стоило ли заниматься экспериментами с велодорожками до того, как решены вопросы с такими действительно значительными транспортными узлами? Или просто поменять местами было бы логичнее? Сначала построили магистрали, отремонтировали мосты, а потом уже можно действительно думать, где проложить еще велодорожку? На этом году мы думаем закончим ремонт моста Деглова. Брасовский мост 2023 год, там очень трудная история, которую мы получили по наследству, там очень трудный договор со строителями, там сейчас идет согласование Булвалды, могут они начинать эти демонтированные моста, чтобы строиться, в принципе он должен построиться снова. Мы очень надеемся, что до 2023 года, когда праздник песни и танцев будет проходить в Межапарксе, там мост будет. Вы поменули, я еще добавлю, вантовый мост, я добавлю, еще добавлю воздушный мост, так что есть мосты, которые нам надо ремонтировать. В том пределах, да, и есть во что вкладывать деньги. Подождите, но если этот ремонт будет, все равно пробки будут, они не могут, эти машины так легко не доедут даже до центра города. Это так просто нюанс, но конечно, если бы и это как раз спрашивали представители от института ГЭЛа, вы бы начали с улицы Чака Велодрожек, они честно ответили нет, но посмотрим, как это было. Закончился этот ремонт в прошлом году и был такой вопрос начать, как по-прежнему и все-то что-то менять. и большинство депутатов сказало, что надо попробовать с насчет как будет, если Велодрожку на улице Чака сделать. Ну и большинство решило так. И я не могу сказать, ну это как раз я хочу добавить, что не забудем, что был год пандемии, год пандемии, которым мы призывали без надобности не ехать на общественном транспорте, потому что там можно заразиться вирусом. И люди, которые передвигались на общественном транспорте, у которых нет частных машин, они как раз избрали велосипед как транспорт. Я не хочу сказать, что это не было правильно. Мы смотрим на осень, мы смотрим на осень, конечно, мы смотрим на осень, когда школы откроются. И мы видим, мы видим, что общественный транспорт опаздывает. И поэтому у нас вот этот компромиссный вариант, который мы предлагаем. Предлагаем, чтобы его рассмотрели сегодня. Будем бить, как депутаты отреагируют. Да, ну и, наверное, я думаю, этим экспертам, которые приезжают к нам, при всем к неуважении, видимо, стоило, может, они сейчас, когда приезжают, плюс 30, они, видимо, решили, что у нас всегда такая температура. В феврале, я помню, было несколько дней минус 20. Вот надо было вот этих экспертов при минус 20 на велосипедах посадить с детьми и проехаться по улице Чака, потому что такое ощущение, что люди забывают, что у нас определенные все-таки климатические условия тоже есть, не только летом мы живем, не только в лете. У нас остается не так много времени. Господин Пулкс, я хочу вас попросить прокомментировать один слух. Мне пару недель назад на глаза попалась публикация, даже не одна, где рассказывалось о варианте сделать улицу Чака, давайте вернемся к улице Чака, односторонней. Есть такие идеи или нет таких идей? Ну, то есть, только в Пурции, в эту сторону, видимо, да. Ну, это высказал Виталий Рейнбах такую идею, но сейчас она не идет на рассмотрение. Спасибо большое. Спасибо. Да. Да. Нам звукорежиссер показывает, что пора заканчивать. Ксмин Пулкс, огромное спасибо, что согласились побеседовать. Удачи сегодня на комитете, я так понимаю, опять 15 минут у меня не обойдется. Напоминаю, с нами был Олаф Пулкс, председатель транспортного комитета Рижской думы. Сегодня будет решаться вопрос о прекращении велоэксперимента на улице Чака уже с ближайшей осени. Да. Спасибо. Слушайте Радио Болтком.